Новая редакция или просто поправки. Члены Конституционного совещания намерены завтра проголосовать за окончательный вариант Конституции и передать проект депутатам. Митинг возле Минздрава. Родные погибших во время пандемии требуют отставки ответственных чиновников ведомства. Те обвинения опровергают. Особняки более 20 квартир и дорогие машины. Чекисты подозревают, что чиновник Минтранса незаконно разбогател на госзакупках по ремонту дорог. Угрожая ножом, грабили прохожих. В Бишкеке милиция по горячим следам задержала банду малолетних разбойников. И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте, в эфире новости в студии Елена Кобзева. Задержан бывший глава ГКНБ Абдиль Сигизбаев. Ранее, отметим, сообщалось, что он был вызван на допрос в военную прокуратуру. Ведомство около часа назад пояснило, что экс-глава спецслужб задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по так называемому Белизгейту по заявлению бывшего депутата Алманбета Шакмаматова. Как отмечается в сообщении, в ходе расследования досудебного производства ГКНБ совместно с военной прокуратурой получены доказательства совершения преступлений Абдильем Сигизбаевым. Он водворен в ВВС ГУВД Бишкека. Напомним, в конце 2016 года, когда Сигизбаев был главой ГКНБ, он представил Алмазбеку Атамбаеву документы, прибывшие из Белиза и якобы доказывающие аффилированность трех депутатов Джугар-Кукинеша к сделке по продаже компании Мегаком. В парламенте, выступая по этим вопросам, Сигизбаев тогда назвал фамилии Омурбека Тикибаева, Алманбета Шакмаматова и Аиды Соляновой. Вскоре после этого Шакмаматов подал в Генпрокуратуру заявление на главу ГКНБ с требованием привлечь его за распространение фальшивых документов. Однако тогда надзорный орган ему отказал. Как сообщается, свое постановление об отказе надзорный орган теперь отменил. Ранее, напомним, на прошлой неделе ГКНБ также сообщил, что в отношении бывшего председателя комитета возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Его подозревают в незаконной трансформации земель. Чекисты подозревают еще одного чиновника в незаконном обогащении. Как отмечается в сообщении ГКНБ, речь идет о директоре Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Шабданбеке и Манкулове. По данным Госкомитета нацбезопасности, госслужащий приобрел в собственность дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, большое количество крупнорогатого скота, совокупная стоимость которых многократно превышает его официальные доходы. По версии следствия, чиновник регистрировал активы на близких родственников и аффилированных лиц. ГКНБ выявил у Манкулова три особняка и автомашины представительского класса. В результате, что ранее он владел особняком и более чем 20 квартирами в центральной части столицы. Следствие полагает, что чиновник незаконно разбогател за счет проводимых ежегодных госзакупок по строительству автодорог республиканского значения. На эти цели из госбюджета ежегодно выделяется более трех миллиардов сомов. ГКНБ также сообщает о досудебном производстве в отношении должностных лиц, которые крышевали незаконное строительство в Бишкеке. О ком идет речь, в комитете пока не сообщают. Но отмечают, что одна из крупных строительных компаний в стране на протяжении длительного времени строила многоэтажные дома без необходимой документации. При этом она пользовалась покровительством группы чиновников профильных госорганов, ответственных за контроль и выдачу разрешений, а также надзор за ходом строительства. Объекты незаконно подключались к инженерным сетям. Такие действия чиновников и застройщиков, как отмечают в ГКНБ, создают высокие риски возникновения техногенной катастрофы. Тем самым подвергают опасности жизни и здоровья будущих жильцов, а также близлежащие жилые дома. Более того, эта стройкомпания, как отмечается, возводила дома без учета так называемого аэрационного режима в жилой зоне, что провоцирует усиление загазованности и запыленности воздуха. Согласно закону, теперь эти строения подлежат обязательному сносу за счет застройщика, без выплаты каких-либо компенсаций, что наносит ущерб интересам добросовестных покупателей недвижимости, отметили в ГКНБ. Угрожая охотничьим ножом, избивали и грабили. В Бишкеке сотрудники патрульной милиции задержали подозреваемых в совершении серии разбойных нападений. Группа молодых людей, некоторые из которых не достигли совершеннолетия, останавливали на улицах прохожих и силой отбирали у них мобильные телефоны и деньги. Удалось поймать банду малолетних разбойников по горячим следам. Оперативников сопровождала наша съемочная группа. Кубат Кубаначбекулу расскажет все подробности. Сотрудники милиции сразу предупреждают подозреваемых о том, что не надо совершать глупости. Требуют открыть дверь. В этой квартире находятся предполагаемые подозреваемые в разбойном нападении. Их нашли по горячим следам. Как оказалось, многим из этих мальчишек нет и 18 лет. По предварительным данным, в этой квартире они выстраивали тактику своих разбойных нападений. Около пяти парней подходят на улице к человеку. Один отвлекает, второй наносит удар. Остальные, выражаясь их сленгом, шмонают карманы жертвы. Цель – забрать деньги. Мобильный телефон заставляли своих жертв открывать блокировку на телефоне, угрожая охотничьим ножом. Поймать банду молодых грабителей не могли уже давно – 22 января. Около 11 часов ночи в службу 102 поступил срочный вызов. Неизвестные, угрожая ножом, отобрали у гражданина мобильный телефон и кошелек с деньгами. Вместе с сотрудниками патрульной милиции мы направились по адресу, где все и происходило. Выяснилось, что пострадавший поймал одного из нападавших. Меня ударили, потом вытащили нож и начали им угрожать и требовать, чтобы я им отдал кошелек с деньгами. Один из парней говорил, что он из детдома и ему нечего якобы терять. Я отдал им кошелек, там денег почти не было. Забрали и мой мобильный телефон. Все происходило в районе Вечного огня, вон там, где много елок. Я выждал момент, схватил одного и пригрозил, если двинется, то ударю камнем. Услышав шум, остальные парни убежали. Одного из них мы схватили. В ту ночь вызовы граждан о том, что их обокрали, угрожая ножом, поступали раз за разом. Исходя из информации заявителей, стало понятно, что в центре города орудует одна и та же банда. Было принято решение прочесать улицы, ведь по горячим следам поймать нападавших все еще возможно. Главное, медлить ни в коем случае нельзя. В районе цирка патрульные поймали еще одного подозреваемого. По его словам, он просто гулял по улице, к разбойным нападениям, говорит, не имеет никакого отношения. Но вот следы крови на куртке и мокрая спортивка о чем-то да и говорят. К тому же у молодого человека не оказалось про себе документов, удостоверяющих его личность. С двумя подозреваемыми мы направились в Свердловское РОВД. После двухчасового допроса один из задержанных все же решился рассказать и даже показать место, где подозреваемые собираются. Так мы оказались в этой квартире. В квартире также были найдены охотничьи кухонные ножи. Украденные телефоны. 22 января около 11 часов ночи к нам поступил вызов о том, что на пересечении улиц Ибраимова и Джумабекова у гражданина силой отобрали телефон. По горячим следам мы нашли предполагаемых подозреваемых. По делу уже начато досудебное производство. Факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков. Всех подозреваемых мы передали следователям Свердловского РОВД. Следствие предполагает, что эта группа может быть причастна к похожим преступлениям, которые были совершены ранее. В числе задержанных есть и те, кто ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал срок в колонии для несовершеннолетних. Кубат Хуанч Пикулу, Турган Язов, НТС. Уволить и привлечь к ответственности чиновников Минздрава, допустивших массовую смерть во время пандемии. С таким требованием здание ведомства сегодня пикетировали родные погибших пациентов. У всех истории схожи. Потеряли своих родных во время их лечения. Большинство лежали в стационаре Семитей. Там, говорят пикетчики, ничего не было подготовлено для спасения больных. Протоколы задерживались, а ответственные лица, по словам митингующих, просто взяли больничные и уехали. Оставив один на один врачей бороться с новым вирусом. Чиновники Минздрава все обвинения опровергают и предполагают, что протесты родных погибших могут быть чьим-то заказом. Анастасия Соболева продолжит тему. Родственники погибших от коронавируса сегодня вышли к зданию Министерства здравоохранения. Требования у них все тоже. Наказать чиновников из-за действий или бездействий которых произошла массовая смерть пациентов во время вспышки болезни. Пикетчики называют имена, фамилии, все они написаны на плакатах. Настаивают родственники погибших также на увольнении замминистра Мадамина Каратаева. По мнению собравшихся о виновных в смерти людей-чиновников, нужно внести в черный список. Среди них те, кто прятал протоколы лечения, те, кто ушел летом на больничный, хотя был здоров, кто уехал и оставил медработников и народ бороться с коронавирусом. Мы хотим, чтобы наше руководство, наши правители обратили на это внимание. Мы еще бы хотели сказать, чтобы министр обратил на это внимание, с кем он работает. На Каратаева, который в летнее время просто бросил нас. Собравшиеся у здания Министерства здравоохранения также говорят, что в ведомстве скрывают, как на самом деле лечили их родных. В итоге даже в эпикризе прописаны совсем не те препараты, которые давали пациентам. Обращались непосредственно я в конце сентября к Минздраву с просьбой описать, какое лечение было у моего отца. Через месяц я получила его, но проверив, я была в шоке, в ужасе от того, насколько данные там разнились с действующими данными. Потому что там была неправильная дата для лечения моего папы, было неправильно написано лекарства, которыми лечили якобы моего отца. Также, что самое обидное, там был указан врач, который знать не знал моего отца, лечащий. У меня вопрос в Министерстве здравоохранения. Почему такое халатное отношение к выполнению своих должностных обязанностей? Требования родственников, умерших от коронавируса, прокомментировал заместитель министра Мадамин Каратаев. Увольнение, говорит он, не боится, а если сам подаст в отставку, значит согласится с обвинениями. По словам Мадамина Каратаева, с того момента, как в страну попал ковид-19, он практически постоянно был в командировках. Там, где было много заболевших. Ошбаткенджа, лалабат. Чиновник готов показать копии приказов. Каратаев, вор и убийца, это не соответствует действительности. То, что они винят меня, пусть это докажет правоохранительный орган. Они говорят, что я держал третий протокол. Я 17 марта, когда первый случай был, уехал. Я могу приказ показать министра, что я в командировке был. Периодически до 11 июня. Там два раза приезжал на 2-3 дня. Помните, дороги тоже были закрыты. Потом в октябре и в сентябре снова уехал в командировку. Отметим, сегодняши главные специалисты, консультанты Министерства здравоохранения провели пресс-конференцию. Говорят, не согласны с заключением межведомственной комиссии, которая изучала состояние системы здравоохранения и то, чем занимались чиновники Министерства. По словам главного внештатного пульмонолога Таланта Саурунбаева, профессоры не задерживали протоколы. А наоборот, были заинтересованы в том, чтобы они вовремя появлялись. Недовольны медики тем, что их обвиняют в смерти тысяч людей. Мы организовали пикет перед Минздравом. Этого не нужно делать. И всё, что там говорят, это неправда. Мы приносим наши глубочайшие соболезнования родственникам умерших пациентов. Мы также переживаем очень сильно. Но не нужно искать виноватых. Мы в этом не виноваты. Это болезнь сейчас вот раскат. Это болезнь такая серьёзная. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, руководившая межведомственной комиссией, согласна встретиться с врачами. По её мнению, медиков заставляют подписываться под угрозой увольнения. Напомним, члены межведомственной комиссии обещали, что ни один медик в итоге не пострадает. Ведь они лечили пациентов, а не сбегали. Все медбароны, превратившие госбольницы в частные офисы, сильно переживают за свои кресла? Правильно делают. Повторяю то, что говорила с первого дня создания межведкомиссии. Ни один рядовой медик не пострадает. А тот, кто продавал гумпомощь от волонтёров, доноров, пока заражались медики от нехватки СИЗ, пока летом умирали тысячи наших граждан, тот ответит перед Богом, если до него рука соответствующих органов не доберётся раньше. Время покажет. Собравшиеся сегодня на митинги, родственники умерших от коронавируса считают, что медики боятся за свою работу. Даже сделали вот такую картинку. Кукловод управляет марионеткой. Так говорят, руководители командуют своими работниками. Анастасия Соболева, Сардар Ашербаев, НТС. В двух школах Бишкека при проведении обязательных проверочных мероприятий выявили детей, болеющих коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. Как отмечается, классы, в которых выявили инфицированных школьников, снова перевели на онлайн-обучение. Детей отправили на 14-дневный карантин, а преподавателей сдавать ПЦР-тесты. Ситуация в целом, как добавили в муниципалитете, находится под контролем. Массовой вспышки среди детей в школах нет. Мэрия обращается к родителям школьников с просьбой не отправлять больных детей в школы. Муниципалитет также призывает граждан, у которых наблюдаются случаи заболевания коронавирусной инфекцией, провести лабораторные ПЦР-исследования. И убедиться, что ребенок не является носителем вируса. И только после проведения всех проверок и сдачи анализов отправлять ребенка в школу. Меж тем, ситуация с коронавирусом в стране остается умеренно стабильной. По данным республиканского штаба, за минувшие сутки выявлен 71 новый случай COVID-19. Больше всего заболевания появились в Бишкеке. В столице вирус подтвердился у 33-х человек. В Чуйской области у 27-ми. В остальных регионах число новых зараженных по 2-3 человека. В Таласской области новых случаев не выявлено. Накануне в Бишкеке был зарегистрирован один летальный исход от коронавируса. С начала вспышки болезни ее жертвами в Каргастане стали 1401 человек. Конституция 2021 года. Формулировки выверенные, запятые расставленные, внесены последние штрихи. Конституционное совещание намерено завтра собраться на свое заключительное пленарное собрание, чтобы всем составом проголосовать за окончательный вариант Конституции. Два месяца специалисты дополняли и шлифовали до буквы текст главного закона страны. Теперь отредактированный проект новой редакции Конституции направят обратно его авторам в Дюкар-Кукинеш. Рассмотрение парламентом не менее долгий этап, только если депутаты не исправят регламент, который регулирует процесс рассмотрения законопроектов. И такая инициатива уже поступила. Миновать условности и не тянуть с тем, что уже и так решено. Но прыгать через закон значит поступить незаконным. Такая сложилась ситуация с Конституцией в Кыргызстане. Она вроде и есть, но уже не функциональна, так как прошедший референдум обозначил новую систему управления государством во главе с президентом и всеми вытекающими перетрубациями. Принимать нужно новый основной закон. Но назначение плебисцита будет небыстрым, если следовать регламенту Джугар-Кукинеша. И вот группа депутатов предложила упростить этот процесс. Суть этих изменений, что если есть согласие фракции, согласие профильных комитетов, что мы можем это провести в двух-трех чтениях. Сразу? Сразу. В ноябрь, декабрь, январь. Три месяца же мы работаем же. И процедура такая была, конституционное совещание, форма, что все кыргызстанцы, они подавали заявки. Свои предложения, свои проекты. Там же и это же есть обсуждение. Конституция будет обязательно приниматься всенародно путем референдума. А депутаты мы будем только ставить дату, когда будет день референдума. Ранее, напомним, шли разговоры о возможном принятии изменений в основной закон с самими депутатами, без референдума. Парламентарии могли запустить такой механизм, поддержав 80 голосами. Это возможно в том случае, если скорректированы статьи Конституции с 3 по 8 в части перераспределения полномочий между президентом Джугар-Кукинешем и судами. Собственно, так и есть. Но и депутаты и члены Констсовещания отрицают любой другой вариант одобрения основного закона, иначе, чем через всеобщее народное голосование. А вот в вопросе проведения общественного обсуждения с депутатами-авторами поправок в регламент, члены Констсовещания не согласны. Проект после их анализа изменен, говорит Асенгул Исаков. Да и вообще, это закон, который определяет с правовой стороны все сферы жизни каждого гражданина. И этот договор, называемый общественным, перед тем, как подписывать, уж непременно всем кыргызстанцам нужно прочитать. Джугар-Кукинеш уже обязан рассмотреть опять по статей, потому что тот проект, который они дали, он же изменен во много. Поэтому они должны тоже, как ответственные лица, на сайт его поставить, чтобы люди смотрели тоже в течение месяца. Если они будут спешить так быстро, хотя бы в течение 15-2 недель, в каких-то интересах, чтобы быстро пропустить какой-то закон, изменить регламент свой, я думаю, это просто морально они не имеют права. Но время и впрямь поджимает со всех сторон. 11 апреля в стране намечены очередные выборы. В местные кенеши и ПК, очевидно, по старым правилам. Парламентские выборы по закону нужно провести до 1 июня и планировалось сделать это уже по новой, смешанной системе. Часть депутатов выбрать по партийным спискам, а другой по одномандатным округам. А уже в предстоящий четверг в должность главы государства вступает Садыр Джапаров, которому до принятия нового основного закона придется пребывать в рамках представительских функций, как это обозначено в действующей Конституции. Мы не должны тянуть, но это мое личное мнение, с принятием новой редакции Конституции. Мы избирали президента и избирали президентскую форму правления. Значит, мы хотим, чтобы он взял на себя те ответственности за дальнейшую судьбу Кыргызстана. Мы таким же образом голосовали. Но чтобы это сделать, действительно нужна новая редакция Конституции. Потому что по действующей Конституции у него нет таких полномочий. Пока мы ее не примем? Он не сможет. То есть он же должен работать в рамках закона, в рамках основного закона. Но у него таких полномочий сейчас не будет. Потому что он сейчас не имеет права вмешиваться в деятельность исполнительной власти. Члены Консовещания отмечают, что работа идет с их стороны уже более двух месяцев. Раздел о правах человека был не просто отредактирован, а серьезно дополнен. Введен, напомним, институт Курултая, пусть и как общественно-консультативный орган, который путем народного порицания все-таки тоже может воздействовать на органы власти. Действующую Конституцию не раз критиковали за то, что она и не парламентская вовсе. Нигде, мол, это не указано. Не будет, к слову, указана форма правления и в новой редакции основного закона. Ни в одной Конституции мира никогда не пишется. Парламентская, президентская или смешанная. Такой и такой статьи не должно быть. Это определяется по общему положению Конституции. Оттуда по статьям, по распределению полномочий. Как мы знаем, в новом проекте Конституции у нас президент является главой государства и возглавляет исполнительную власть. Это очень большое различие между действующей Конституцией и новым проектом. Но все свои решения он, конечно, принимает в согласии Джоорку Кенеша. У Джоорку Кенеша, я считаю, что полномочия сохранились такие же. Ему дается также хороший иммунитет сильнее, неприкосновенность, потому что, чтобы они были более свободные. Страну ожидает десятое изменение основного закона государства. Именно столько раз в Конституцию вносились поправки за 30-летний период существования независимого Кыргызстана. Председатель Конституционного совещания Бекбасун Барубашев сегодня заявил, что работа по корректировке нового проекта Конституции уже практически подошла к своему логическому завершению. И, возможно, завтра на пленарном заседании будет подведен итог и даже принято решение о возврате этого проекта обратно в Джоорку Кенеш к авторам депутата. В моих руках Конституция 2010 года, но дни ее сочтены. Поэтому в скором времени здесь, на этой тумбе, появится снова экземпляр Конституции, вот в таком же, скорее всего, красном переплете, но совершенно новым содержанием. Елена Яковлева, Владимир Кулбалдиев, НТС. На месторождении Каракичи сегодня утром вспыхнул пожар. Как сообщает МЧС, загорелся контейнер весогабаритного контроля на участке Беш-Сары. Обошлось без жертв и пострадавших. Однако огонь уничтожил всю документацию, мебель и технику, которые находились внутри контейнеров. По предварительной версии специалистов МЧС, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки. На угледобывающем предприятии, разрабатывающем этот участок, отмечают, что ЧП произошло в старой весовой. И на добычу угля пожар не повлиял. Работа, как отметили представители компании, продолжается в штатном режиме. Меж тем, авария, которая произошла в минувшую субботу на Терексайском золоторудном месторождении, как сообщает его разработчик, уже устранена. И какой-либо экологической угрозы населению или окружающей среде нет. Отметим, ранее сообщалось, что на обогатительной фабрике прорвало отстойник оборотной воды и отходы попали в местную реку. В связи с этим жители призвали временно не пользоваться водой из этой реки, так как в нее могли попасть ядовитые химикаты. При этом и местная власть, и компания-разработчик эту информацию опровергают. В компании уверяют, что в производстве по переработке руды она не использует цианид. Тем не менее, по требованию местных жителей, с места аварии взяты образцы воды и направлены в лабораторию для установления на соответствие предела допустимой концентрации вредных веществ. Обещала баснословную прибыль, а по факту просто вытягивала деньги. В Кыргызстане более тысячи человек стали жертвами очередной финансовой пирамиды. Интернет-мошенница, создав в сети электронную биржу, обманным путем присваивала деньги своих вкладчиков. На имя этой женщины каждый из пострадавших перечислил суммы до 13 тысяч долларов. А общая сумма ущерба достигает 2 миллионов долларов. И это деньги только тех, кто написал заявление еще в минувшем году. Вот только расследовать это дело, по словам обманутых вкладчиков, никто не спешит. Подробнее в нашем следующем материале. Эта женщина – одна из сотен обманутых людей, которые, доверившись рекламе в социальных сетях, решили вложить свои деньги в сомнительную финансовую биржу. С красивых картинок, размещенных на сайте интернет-пирамиды, им обещали космический заработок буквально в считанные дни. А после дома, машины, путешествия – словом, роскошную жизнь. При этом в погоне за обещанным доходом многие отдавали последнее и даже ввязывались в долги. Это было еще в сентябре прошлого года. Сын увидел в интернете и рассказал мне о том, что таким образом предлагают заработать. Якобы многие так уже разбогатели. Прислал мне 7 тысяч долларов из Москвы. Я здесь еще взяла 7 в кредит в банки и вложила туда еще 14 тысяч. Из своих денег обратно я получила только часть. Еще больше 6,5 тысяч они остались нам должны. Причем я ходила туда, просила, чтобы вернули. Но женщина, которая выступила там организатором, сказала, что вышестоящее руководство пока не разрешает. Сейчас якобы готовится какая-то крупная сделка. У них и все деньги нужны там. А уже в октябре они закрылись. Сайт не работает. И наших денег нам возвращать никто так и не собирается. История у всех вкладчиков одинаковая. Сделки с организаторами пирамиды заключали буквально на словах. Ни чеков, ни квитанций, даже расписок им никто не давал. Соответственно и никаких гарантий. Крупные суммы отдавались под честное слово некой Элизы. И уверение, что успешных историй сотрудничества за спиной этой валютной биржи, как они сами себя называли, множество. Звучали слова, судя по всему, убедительно. Потому все новые и новые люди продолжали нести свои накопления в офис организаторов пирамиды. Сначала я вложила туда полторы тысячи долларов. Никаких чеков не было. Просто куда-то в блокнот записали, что я принесла деньги, выдали мне логин, пароль для входа на сайт. Мои первые вложения, кстати, оправдались достаточно быстро. И, наверное, это меня и подкупило. Потом я вложила туда уже больше двух тысяч долларов. Потом они стали уговаривать меня продать квартиру и все от продажи вложить в эту биржу. К счастью, я не согласилась. Нас таких много. Кого обманула эта Элиза. Все по несколько раз приходили в офис, просили вернуть деньги. Но ничего, конечно, не отдают. Решили нанять адвоката и подать в суд. С заявлением в отделение милиции Свердловского района столицы обратились семь из обманутых вкладчиков. У каждого из них на руках есть доказательства того, сколько они вкладывали и каким образом выстраивались отношения с интернет-машинницей. Однако даже несмотря на все переписки и скриншоты, добиться компенсации потерянных средств они не могут вот уже несколько месяцев. Данный факт был зарегистрирован в РПП УВД Свердловского района города Бишкек и начато до судебного производства по статье 204 УК Кыргызской Республики. Согласно следственному поручению в ходе проведения поисковых и разных мероприятий оперативниками криминальной милиции УВД Свердловского района была установлена и доставлена в следственную службу и гражданка ЭЭЭ 1985 года рождения, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики была задержана в качестве подозреваемой и водворена ВВСК УВД города Бишкек. Свердловским районным судом в отношении подозреваемого ЭЭЭ была избрана мере пересечения в виде домашнего ареста. Всего заявлением на имя подозреваемой обратились 17 человек. Интересы семерых из них сегодня представляет адвокат Шардор Абдакапар. Как ему стало известно, у женщины, которую пострадавшие называют организатором аферы, было два таких сайта и сотни тысяч обманутых кыргызстанцев по всей стране. Первые трое пострадавших обратились в Свердловский районный суд. В этот же день Лизу, которая руководила сайтом финанс.кейджи и подобным ему сайтов, в отворк задержали оперативники. Позже, согласно решению высшестоящей инстанции городского суда, ее отпустили под подписку о невыезде. Когда я стал разбираться в этом деле и публиковать на своих страницах информацию, мне стали звонить люди из Баткена, Нарына, Джалалабада, из разных городов и рассказывать, как она обманула их тоже. Суммы, которые вкладывали. У всех были разные. Кто-то тысячу долларов, кто-то тринадцать. Однако, как считает адвокат пострадавших, часть статьи, по которой обвиняется организатор финансовой пирамиды, определена некорректно. По его данным, сумма общего ущерба от деятельности сомнительной интернет-биржи около двух миллионов долларов. А значит, это не просто мошенничество, а в особо крупном размере. Сегодня же представитель интересов вкладчиков продолжает добиваться справедливости для своих подопечных и соответствующего наказания для предполагаемой мошенницы. Сабина Дамаскина, Диаса Кимбаев, НТС. Диаса Кимбаев, НТС. является совместным производством киностудии «Кыргазфильм» и общественного фонда «Билимкана». А сценаристами и режиссерами фильма выступили Бакыт Мукул и Дастан Джапарулу. Главный герой картины по имени Кубат Алеев, выдающийся писатель на пенсии, однажды узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат решает продать свою квартиру, чтобы оплатить его лечение, но вскоре его младшего брата избивают за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором – помочь родному брату или другу. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова